В Норвегии начались крупнейшие со времен Холодной войны учения НАТО. Несмотря на то, что запланированы они были уже несколько лет назад, сегодня учения происходят на фоне ухудшения отношений между Россией и Европой. Противник вымышленный, но в последние месяцы Альянс видит все нарастающую угрозу со стороны Кремля. Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг рассказал корреспонденту Евроньюз, что Москва всегда была в курсе учений. Россия будет наблюдать, потому что нам нечего скрывать. Мы открыты, когда речь идет об учениях. Эта тренировка не направлена против какой-то конкретной страны. Ее цель — убедиться, что НАТО способно перебросить контингент, чтобы предотвратить конфликт. Сохранение мира — это объективная необходимость, но нынешние учения проходят в Северной Европе, где российские военные были особенно активны в последние годы. Наш корреспондент спросил об усилиях НАТО на северной границе рядом с Россией. Мы должны быть способны развернуться с юга на восток и с востока на запад. Мы здесь для того, чтобы защищать всех союзников. Нам не нужна новая гонка вооружений, не нужна новая холодная война. Но мы хотим быть уверены, что никто не подумает, будто НАТО не в состоянии защитить своих союзников. Эти учения называются «Единые трезубецы». В общей сложности продлятся две недели. В них вовлечены все члены НАТО, а также две страны-партнёры — Финляндия и Швеция. Россия выразила озабоченность по поводу этих учений, но отправила двух своих военных наблюдателей. Также на этой неделе Россия сообщила НАТО, что произведёт ракетные пуски с лодок в этом же районе. Андрей Бекетов, Евроньюз, Бенесет.